приветствую всех меня частенько в комментариях обвиняют в том что уж очень я не люблю печатные платы обожаю скрутку не использую монтажные платы но всегда ли так было наверное вот моя закоренелость и закостенелость идет с моей юности когда я сооружал вот такие вот агрегаты как видите это блок питания причем блок питания со средней точкой кто не знает у этого блока питания есть земля минус и плюс сделан он очень просто как я люблю но потому что делал ее в юности использовал вот такой трансформатор достаточно необычный для наших времен обратите внимание что раньше с трансформаторами было работать проще тут подписано и количество витков и диаметр проволоки которыми намотаны катушки также в моей схеме конечно мои любимые электролитические конденсаторы полюбил я их еще в юности и всегда собирал конденсаторы с максимально большой емкостью вот этим электролитом очень много лет они 74 года апреля месяца кстати говоря кроме того что у меня стоят здесь выпрямительные мосты и конденсаторы что казалось бы хватает обычному блоку питания у меня организована и стабилизация хотя это не печатная плата а кусок такого древнего пластика на нем размещена еще одна монтажная плата под которой спрятались небольшие резисторы и на которой я разместил помимо конденсаторов и выпрямительных диодных мостов вот таких еще и парочку вот таких транзисторов помните совсем недавно на 1 апреля я запустил шуточку про вот этот вот трехполярный конденсатор tesla так вот вот эти транзисторы если вы внимательно посмотрите тоже tesla ну конечно же все мы знаем что tesla к этому никакого отношения не имеет просто было производственное объединение которое клепала радиодетали по-моему вот такой вот блок питания который прямо перед вами на глазах ничуть не хуже самых настоящих производственных блоков питания и выпрямителей один из которых я вам прям сейчас и продемонстрирую вот эта плата не кустарное производство это настоящая заводская плата выполненная из гетинакса который в свое время был фольгированный потом с помощью хлорного железа вытравили вот эти дорожки обозначения это выпрямитель он же стабилизатор потому что здесь есть табилитроны здесь есть мост из резисторов точнее двух включил двух плечевое сопротивление и даже вот такие вот конденсаторы почему я заострил на них внимание дело в том что соединены они вот таким странным образом имеют среднюю точку и два вывода вот сюда и сюда то есть на их месте можно было поставить тот самый как я его назвал трехполярный конденсатор средняя точечка и две обкладочки сюда и сюда то есть он бы в этой схеме смотрелся очень даже неплохо еще расскажу это заводская схема а это то что сварганил я из запчастей которым очень очень много лет этот агрегат до сих пор работает я его использовал самодельном усилителе потому что все мы увлекались музыкой а слушать громкую музыку не всегда позволяла наша техника даже моя электроника выдавав всего лишь полтора-два вата не годилась для того чтобы включить ее на балконе и наслаждаться музыкой гуляя во дворе поэтому нужен был блок питания хорошие усилители выпрямители и хорошие динамика которые я собирал опять-таки там куда выкидывались телевизоры и прочие радиоприемники вот и все что я вам хотел рассказать что вот такие вещи с помощью паяльника я делал в годы своей молодости и выглядит это до сих пор совсем неплохо похвастался чем и доволен на этом все пока